подпишись на канал и поставь лайк этому видео всем привет меня зовут михаил я преподаватель онлайн школы пиксель javascript это язык программирования часто используемый для веб-разработки для более широкого понимания любого языка программирования требуется как можно больше практики сегодня мы сделаем калькулятор на веб-странице с помощью языка программирования javascript создадим три файла для веб-разработки индекс html style.css и script.js script.js это файл для программирования на javascript его необходимо подключить к нашей странице подключается данный файл перед закрывающим тегом body создается парный тег script обратимся к атрибуту src и выберем файл js javascript код можно писать между парными тегами script но сегодня писать код мы будем в отдельном файле подключим файл со стилями в теге height создадим тег link и обратимся к атрибуту href присвоим ему путь к файлу со стилями пришло время заняться калькулятором поработаем над внешним видом создадим тег div с классом calc внутри него поместим заголовочный тег первого уровня с надписью калькулятор затем нам понадобится заголовочный тег третьего уровня в котором разместим надпись вот чисел для ввода чисел будем использовать два одиночных тега input в данных тегах будет по два атрибута класс и type класс нам необходим для обращения к input в javascript атрибут type в двух тегах будет приравнен значению number это значит что данные поля ввода будут ожидать только числа далее создадим заголовочный тег третьего уровня с надписью математические операции под данным тегом разместим четыре кнопки сложение вычитание умножение и деление каждой кнопке обязательно нужно задать свой класс следом создадим заголовочный тег третьего уровня с надписью результат под ним создадим параграф с классом рез внутри созданного тега будет храниться результат надписи внутри него не будет добавим стилей для блока div с классом calc установим цвет фона закругленную пунктирную рамку размером 2 пикселя ширину 400 пикселей внешний отступ 100 пикселей внутренний 20 для параграфа с класса res установим внутренний отступ 20 пикселей размер шрифта 15 пикселей цвет фона corn silk закруглим углы и сделаем ширину в 200 пикселей в файле script.js будем программировать кнопки под каждую кнопку создадим переменную переменная это специальная ячейка в которую мы помещаем элемент этим элементом может быть число текст более в значении или какие-либо объекты переменная в javascript объявляется следующим образом пишем команду лет затем ставим пробел даем название переменной в данном случае название переменной будет плац ставим оператор присваивания пишем команду документ содержащие в себе ряд функций для обращения или редактирования html страницы после точки пишем команду query selector с ее помощью мы сможем обращаться к любому html элементу внутри скобок ставим кавычки и обратимся к элементу кнопка сложения с классом plus обращение к классовому элементу делается через точку внутри кавычек ставим точку и пишем название класса создадим аналогичные переменные для остальных кнопок нам нужно поле для вывода результата создадим переменную res и обратимся к параграфу с классом res нужные нам переменные готовы осталось научиться программировать кнопки обратимся к переменной plus через точку вызовем функцию add event listener добавляющее событие для данной кнопки скобков через запятую необходимо записать два аргумента аргумент это значение для функции в первом аргументе нужно указать действие напишем в кавычках команду click поставим запятую и перейдем ко второму аргументу вторым аргументом является функция функция это блок кода который работает только в том случае если функцию вызовут обычно функция имеет название например пишется команда function функции дается имя ставятся круглые скобки в которых могут быть аргументы но могут и не быть затем ставится фигурные скобки между которых пишется блок кода который может состоять как из одной строки так и из нескольких наша функция название не имеет так как используется внутри другой функции такие функции называются анонимными между фигурных скобок напишем следующие строчки кода объявим две переменные которые обращаются к полям ввода с классами num1 и num2 но после объявления в обоих случаях необходимо поставить точку и набрать команду value данная команда извлекает из элемента значение например набирая в поле ввода с классом num1 какое-либо число оно окажется в переменной num1 обе перемены преобразуем в цифровое значение по умолчанию из поля ввода извлекается цифра но в строковом виде преобразовать строку в цифру достаточно просто поставим перед документ плюсик теперь выведем результат в параграф с классом рез обратимся к переменной рез поставим точку введем команду inner html затем оператор присваивания после этого нам один прибавляем к нам 2 все работает проделаем аналогичную операцию с остальными кнопками нужно доработать наш калькулятор при делении числа на ноль мы должны предупредить пользователя что такие операции запрещены математикой используем условный оператор и после данного оператора в скобках пишется условие при котором блок фигурно скобках будет работать если нам 2 будет равен нулю то выведем сообщение в параграф что на ноль делить нельзя обратим внимание что внутри скобок два знака равно когда сравнивается два значения то нужно ставить два знака равно в javascript есть и три знака равно но в данном случае будем использовать два изучим еще один блок для условий который переводится иначе блок else не обязателен но в данном случае он нам пригодится этот блок с работы только в том случае если не сработает первое условие в нашем случае логика такая если нам 2 равен нулю то пользователь увидит сообщение иначе в параграф произойдет вывод результат отделения если хотите знать больше об разработке записывайтесь к нам на курсы а чтобы не пропустить новые видео подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик напишите свое мнение в комментариях и присылайте свои проекты загрузив их через файлообменник на этом все меня зовут михаил всем пока